Зима только началась, а челябинцы уже несколько раз прошли испытания сильнейшими снегопадами. Дорожным службам пришлось в экстренном режиме бороться со стихией. Как они это делают, мы спросим заместителя генерального директора компании ЮжУралАвтобан Евгения Луганского. Доброе утро, Евгений Владимирович! Доброе утро! Значит, Евгений Владимирович, вы и есть та структура, которая убирает дороги, чистит снег в городе. Совершенно верно. Это наша ответственность, мы убираем дороги. Расскажите нам, пожалуйста, сколько у вас снегоуборочных машин, какими средствами вы боретесь со снегопадами? У ЮжУралАвтобана насчитывается для уборки города порядка 130 единиц техники, только для уборки. Если мы говорим про вывозку снега, дополнительно порядка 50 единиц это самосвалы и погрузчики, которые мы привлекаем уже во второй половине зимы, когда у нас сформировались большие снежные валы, большие кучи. То есть для вывозки снега уже привлекаем. Какой у вас график работы? Ведь чаще всего почему-то снег выпадает именно на выходные дни, на праздничные дни. Вы работаете, наверное, без выходных, да, ненормировано? Мы работаем круглосуточно. У нас организовано дежурство, у нас организована уборка дорог в круглосуточном режиме. Основной упор сделан на уборку дорог в ночное время. Связано это с несколькими причинами. Во-первых, технологическая скорость уборки дорог составляет в среднем 20 км в час. Соответственно, потоки транспорта в городе создают определенные сложности в движении. Ну и, безусловно, качество очистки дорог, оно безусловно страдает. А вот вы сказали вначале, что вы чистите дороги и отдельно вывозите, да, разные структуры, да, немного, как я понимаю? Нет, структура одна. Вывозка снега осуществляется по заданию заказчика, это администрации нашей. На сегодняшний день мы осуществляем вывозку только с гостевого маршрута. Это лицо нашего города, это проспект Ленина, улица Худякова, дорога на аэропорт. На других участках, что ли, не вывозить или по другому графику? На других участках мы вывозим там, где это мешает или угрожает безопасности. То есть это на остановках, в местах скопления людей. А кто вот вам именно дает команду, что вот это мешает и угрожает? Есть служба управления дорожных работ в лице директора Краснова. От них поступает письмо с информацией, откуда необходимо начать вывозку снега. Жителям, если что, не напрямую вам звонить и ругаться, почему вы не убрали наш снег, а сначала туда, да? Да, есть управление дорожных работ, есть управление дорожного хозяйства. Грубо говоря, вы исполнители, вы тоже ждете приказы от Машки сверху. А вот скажите, пожалуйста, а что мешает убирать снег? Вот, не знаю, вы сказали, что работаете по ночам, но все равно припаркованные машины, да? Безусловно, днем машин таких больше, в ночное время все-таки нам проще убирать, и мы за ночь охватываем 100% дорог. Единственное, что результат работы где-то нивелируется за счет окончания снегопада в 7 утра. Вот мы вот последние снегопады получили то, что у нас порядка на 7 утра жители выезжают на дороге и видят неубранный снег. На самом деле 100% дорог было охвачено. Ну, естественно, если у нас смена заканчивается в 7 часов и в 7 часов прекращает снегопад, где-то есть замечания. А вот вопрос, вот резко начался снегопад, да? Как у вас вызываются дополнительные люди или бригада какая-то прям дежурит? У нас дежурит бригада, у нас все люди ходят по графику. Единственное, что на снегопады мы есть резервные люди, резервный парк техники, который мы дополнительно выводим в снегопады. А вот расскажите, пожалуйста, как вы боретесь с гололедом? Материалы предельно простые. Это отсев дробления, фракция 0,5 и соль. Они смешиваются, получается противогололедный материал. На сегодняшний день проведены испытания целого ряда материалов. То есть мы пробовали мытый речной песок, пробовали мраморную крошку, пробовали дополнительно просеивать существующие вот это вот отсев дробления, фракцию 0,5, удалять оттуда пыль. То есть по отраслевым дорожным нормам допускается наличие пыли в материале до 20%. То есть мы, в принципе, работаем в гости, но в связи с тем, что много жалоб жителей, глава города такое задание нам дал, были проведены испытания. И на сегодняшний день, в декабре, мы начинаем уже обрабатывать дороги обеспыленным материалом. То есть вот то, что раньше допускалось, 20% по отраслевым дорожным нормам, 20% пыли, в декабре месяце мы эту пыль убираем, и у нас полностью обеспыленный материал получается. Отлично, хорошая новость. А скажите, а насколько это безопасно для колес, для обуви? Безусловно, соль – это агрессивная среда. Это агрессивный материал, который приводит, портит, наверное, где-то и резину, где-то обувь портит. Но пыль, пыль, вот что касается здоровья. А скажите, где в первую очередь разбрасываются эти смеси? Это, ну, как вы сказали, гостевой маршрут, да? Нет, вывозка снега идет с гостевого маршрута, как лицо города. Обработка противоугольным материалом идет на 100% дорог. То есть при снегопаде в первую очередь обрабатываются развязки, путепроводы, перекрестки, опасные места. Ну и в ходе работы в дальнейшем уже обрабатывается 100% покрытие наших дорог. Большое вам спасибо, Евгений Владимирович. Я думаю, наши зрители подчеркнули большое количество нужной информации. А я напоминаю, что в гостях программы «Наше утро» был заместитель генерального директора компании «Юж Урал Автобан» Евгений Луганский. Ну и мы вернемся в студию через пару минут. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...